Россию тем временем обвиняют в разжигании глобального продовольственного кризиса. Поводом для новых беспокойств послужили сообщения о том, что Москва вывозит сотни тонн украинского зерна с заблокированных портов в Черном море. На Западе полагают, это стало частью плана Кремля, цель которого лишить Киев возможности продавать пшеницу, один из главных экспортных товаров. На страну приходится порядка 10% от мировых поставок. А еще Украина была до сих пор основным поставщиком для всемирной продовольственной программы ООН, от которой зависит выживание примерно 125 миллионов жителей, более чем 80 государств мира. Усугубляет ситуацию цены на продовольствие, которые на фоне конфликта бьют рекорды. По оценкам ООН, впервые за 4 последних года мировое производство зерновых в 2022 снизится. Эту тему на неделю обсуждали члены Совета Безопасности, но встреча не оказалась результативной. По спред России в ООН Василий Небензе покинул заседание в ответ на жесткие обвинения. Кремль использует продовольственное снабжение как ракету-невидимку, направленную против развивающихся стран. Это ведет к росту цен, обнищанию людей, дестабилизации целых регионов. Только Россия несет ответственность за этот кризис, сколько бы она ни лгала. В Украине заявляют, что Россия скапливает их зерно в Крыму, а дальше по поддельным документам поставляет на международный рынок. По данным американской разведки, российские суда часто скрывают порт отправления, отключая свои транспондеры. Иногда они швартовались в Турции или Сирии. К слову, Анкара, как никто другой, заинтересована в создании безопасных коридоров в Черном море. И судя по недавнему визиту Сергея Лаврова, любой такой коридор невозможен без согласия Москвы. Другими словами, хлеб нужен всем, но есть его за одним столом пока никто не готов. Необходимо предпринять шаги, касающиеся страхования судов, перевозящих сельхозпродукцию. Если миру нужны продукты, которые Украина и Россия могут экспортировать, мы считаем выгодным расчищать этот путь всем вместе. Здесь важно создать механизм, основанный на взаимопонимании. Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход, либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну что ж, будем тогда надеяться, что эта проблема будет решаться. С нашей стороны, повторю еще раз, каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблему, проблемку, она маленькая на самом деле, решить никогда не было. Объемы украинского зерна, предназначенного на экспорт, оцениваются вдоль, а поставляются на международный рынок через крупнейший в стране порт в Одессе. Подплыть к нему сейчас невозможно. В районе украинского побережья установлены мины. Точное их число остается загадкой, равной и то, кто засеял Черное море бомбами. Как можно спасти пшеницу Киеву и какие задачи на зерновом фронте выполняет Москва? Подробности в нашем репортаже. Украина вместе с Россией входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна. До военного конфликта большая часть пшеницы, кукурузы и ячменя отгружалась через Черноморские порты. В Средиземное море ходили без преувеличения караваны балкеров, специальных судов для перевозки сыпучих грузов. После 24 февраля из-за охвата стратегически важного острова Змеины, подходы к Одессе и другим украинским портам оказались заминированными. И не столь важно, сделала ли это российская армия с целью блокирования побережья, или команда пришла из Киева для защиты от морских десантов. Россия сыграла в голодные игры, чтобы обвинить Украину и других в блокировании экспорта украинских продуктов питания. По сути, они говорят, что неизбежный голод в Африке и других местах скоро произойдет из-за западных санкций против России, а не из-за вторжения России в Украину и блокирования украинских портов. Лишая Украину возможности вывозить один из ключевых экспортных товаров, Россия решает сразу несколько задач. Наносит экономический ущерб своему противнику, вытесняет серьезного конкурента с общих для обеих стран рынков сбыта и способствует росту мировых цен на собственную продукцию. Индекс цен на зерновые в мае достиг исторического максимума. Разрыв по пшенице составляет сейчас 3 миллиона тонн, по кукурузе 12 миллионов. Все это следствие военных действий в Украине. То есть сейчас время играет на Кремль. Там заявляют, что ждут рекордный за всю историю урожай зерновых. 130 миллионов тонн. И готовы накормить всех, но только в обмен на отмену введенных ранее санкций. Существует другая возможность. Порта Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемные вывозы, в том числе и украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста. Ну и наконец, самое простое, это вывоз через территорию Беларуси. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. В противном случае перевозка грузов по железной дороге вызовет многочисленные технические трудности. Начиная от вагонов, зерновозов, которых не так много, заканчивая колеей, которая в соседних странах ЕС уже, чем в Украине и других постсоветских государствах. Поэтому замена колесных пар потребует немало времени. Мы не видим желания России сесть за стол переговоров и закончить эту войну дипломатическим путем. Почему? Потому что они все еще ощущают силу. Мы уже говорили, что безопасные морские коридоры должны быть созданы с помощью флота той или иной западной страны, которой Украина может доверять. Если в ближайшее время вопрос так и будет висеть в воздухе, то украинцы могут столкнуться с другой проблемой – избытком зерна. Миллионы тонн нового урожая просто негде будет хранить. Так или иначе, продовольственных кризис, ставших главной темой международной повестки, или экономические убытки, зреют вместе с пшеницей. Айдана Карибжанова, Дамир Абуов. Специально для программы «Мир». Абонир Абонир Абуов. Специально для программы «Мир».